АПЛОДИСМЕНТЫ 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 28-й ребенок за последние полгода. Ни одна женщина в таком количестве родить не в состоянии. Так рожают-то разные. Я весь... Секундочку. Как вам пришло в голову отмечать это светлое событие? Ладно, допустим. На рабочем весте, в рабочее время, в оркестровой яме. Я хотел по-тихому после фиктакля. И что, помешало вам ответить по-тихому? Терпежу не хватило. Ну, мне уже тоже не хватает терпежу. И терпежу не хватило у зрителей. Посмотрите, вот, жалоба на пяти листах. Зачитываю. Стоять! Вчера насиделись, наотмечались. Как только началась музыкальная овертюра, из оркестровой ямы, где сидели выпьеньком, до наших ушей стал доноситься посторонний металлический лязг. Какой лязг? Чем вы там лязывали, пьяный бог? Был легкий чок. Я, саксофонисты и тромбонисты, Валера, чокнулись по-тихому. Все. Я не позвоняюсь. Чем вы чокнулись? Инструментами. Так, здесь написано, что был металлический лязг, а у вас был чок. Вы хотите сказать, что зрители обманывают? Так дело по том, что в наш слаженный дуэт попытались торгнуться фагоц, скрипка и тромбон. И пытались отобрать у нас водку. Пришлось дать им литаврами по голове. А потом вступили скрипки. Куда вступили? В музыку вступили? В драку вступили. Скрипки, почуя в запах праздника, стали угрожать мне смычком выколоть гла. Поэтому пять бутылок водки я отдал добровольно. И потом скрипки начали играть и пить на брубершах. После чего, слава богу, вступили ударные. Водку мы отбили. Заодно отбили почку и два пальца контрабасисту Диме. Молодцы! Превратили музыку в орызию. Из-за вас артисты не могли долго начать спектакль. Ждали, пока вы допьете. Читаю жалобу от артистов. Читаю, когда главный герой, Колобок, вышел на ванцену и сказал апартам в зал. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Я добавил, сказал, лысый, хряпнешь на дорожку. Вы хоть понимаете, где вы находитесь, где вы работаете. Артисты тоже люди, в них тоже дети, те разданцы. Так вы же на этом не остановились, Пинько. Вы же продолжили импровизировать. Вот, читаю дальше. Я присягу. Когда стоять, когда Колобка на глазах у несчастных детишек съела лиса из оркестровой ямы, а Пинчука донесся тост. Дай бог мне последний. А дальше, что вы устроили, вы помните? А дальше... Что дальше? А дальше, я напомню, в оркестровой яме раздался телефонный звонок. Правильно. Позвонила роженица, попросила приехать. За двадцать восьмым? Ага. Так, допустим, и вы? Так еще ж до этого-то у нас что было-то? Как роженица позвонила, и что было дальше? И я собрал вещи и думаю, уйду-ка я по-тихому. Через выход на улицу. Но выход на улицу я не нашел, и по стечению обстоятельств вышел на сцену. Молодец. Ладно, вы не соображали. Вам же подсказывали сзади, что на сцене мюзикл, колобок, что на сцене несчастная мать, у которой только что сожрали сына. Да Микаева, уйдите со сцены, Финько. Чего вы остались? Ну раз уж я все равно вышел, я решил поддержать беседу. Поздоровался и спросил, колобок дома? Артистка не растерялась и сказала вам, что колобка больше нет. И намекнула вам, что вам надо уходить. Практически открытым текстом сказала, что если вы уйдете, они с дедушкой по сусекам поскребут, поскребут. Видишь, и нового колобка себе слепят. На что вы ответили импровизацией? На что я ответил, сказал, какая может быть лепка в вашем возрасте? Вы же после этого не ушли. Вам же надо было продолжить разовор. Так сказать, поддержать скорбящую мать. О чем вы заговорили с ней? Я поговорил на нейтральную тему, спросил, какая у вас тут планировка. А ну-ка, поконкретнее, третий, не третий, не третий, а потому что... Мы шли, где у вас тут туалет? Молодец. Ничего не скажешь. На глазах у всего зрительного зала. Так артистка не растерялась. А спасая спектакль, показала вам рукой в фойе? Показала? Показала. Сказала, что туалет у нас людской. Сказала? Я увидел, что... Почему они пошли в людскую? Я видел, что людская переполнена. Боковым зрением по стечению обстоятельств, я увидел в левой кулисе фикус от спектакля Чунга-чанга. И кораблик от того же спектакля. Вот с кораблика поподробнее, пожалуйста. И усилием воли дотянул до кораблика. До кораблика вы дотянули, Пьянков. Только ответьте мне на один маленький вопросик. Почему кораблик со спектакля Чунга-чанга выпал на сцену спектакля «Колобок»? Это физика. Я дал волну, он и выплыл. Вы дали волну, и кораблик выплыл. Пьянков, пишите заявление об уходе, или я уволю вас под статье. Я исправлюсь. Не надо. Но зрители же написали. На афише с шариковой ручкой написали. Лучшая комедия года «Колобок». Главная роль и саксофонист Пенько. Дайте шанс. Шанс ему дать. Я уже второй год даю вам шанс. Дайте шанс. Но только если самый последний, Пенько. Какой у нас сегодня спектакль? Белоснежка, пять гномов. Что-то я сейчас не поняла. А куда делись два гнома? А два гнома не дотерпели. У меня еще ребенок родился. Пенько, я сейчас... Алина, дайте шанс. АПЛОДИСМЕНТЫ